Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Юрмала сегодня после последствий бури. Пляж на месте? Пляж на месте. Конечно, тут две стороны у этой бури. С одной стороны, красота стихии. Вчера столько было интересных фотографий. И как никогда действительно завораживающие виды на пляже. Потому что вода подходила до самого берега. С другой стороны, конечно, безусловно, это и различного рода потери. И урон, который нанес такой ураган. Это и инфраструктура пляжа, и дома частные, и поваленные деревья. Ну, я думаю, что вся эта неделя уйдет на ликвидацию последствий такой бури. Я еще помню, в детстве страшный ураган. Конца, по-моему, 60-х или начало 70-х годов, который нанес тогда Юрмал. Да, страшный урон. То есть, в принципе, сопоставимо, наверное. К сожалению, следует отметить, что единственная человеческая жертва, которая, по крайней мере, известна на данный момент, это женщина как раз в Юрмале вчера погибла. Ударила ее, оторвавшись от дерева, веткой. И, пользуясь случаем, конечно же, наши соболезнования родным и близким. Александра, нанесен ли был какой-то урон именно инфраструктуре туристической вчера? Ну, безусловно, если мы говорим об инфраструктуре, это все так значительно разнесло, поэтому придется поработать, чтобы это все восстановить. Думаю, что в ближайшее время службы начнут эту работу, хотя, судя по прогнозам, ветер пока что еще время от времени такой будет возникать. Поэтому думаю, что будем следить за прогнозами погоды, чтобы это все не делать несколько раз, а чтобы уже, так сказать, дождаться окончания таких бурь и уже приступить к, скажем так, подготовке к сезону. А сейчас в межсезонье что-то планируется в Юрмале? Не может же быть такого, что несколько месяцев тишина, покой и благодать? Где движуха? Где что-то интересное? Рассказывайте. Александр, понятно, что январь-февраль – это все-таки больше тишина и, наверное, такой вот после новогодних праздников отдых. Поэтому, а к тому же, принимая во внимание погодные условия, сейчас в Юрмале в основном царит такая атмосфера спокойных прогулок. И не будем забывать, что Юрмала – это прежде всего курортный город, поэтому это лечение, восстановление здоровья, которое вот сейчас как раз в это время года как нельзя актуально, потому что летом все мы бежим на пляж, все хотят развлекаться, как-то активно проводить время. Ну а вот сейчас, пока такое, может быть, немножечко зимняя спячка еще не закончилась, то, конечно, очень хорошее предложение именно по восстановлению здоровья. Если посмотреть вот и на сайте, и какие-то, может быть, сайты наших санаториев и курортных здравниц, то можно найти различные и как профилактика здоровья, которая любому человеку полезна, так и уже более серьезное курортное лечение. Поэтому вот это, наверное, самое такое одно из главных направлений, которые сейчас пользуются спросом. Ну и, безусловно, продолжается, скажем так, пользоваться спросом по прогулке по Юрмале, но дело в том, что вот эта вся история с пандемией немного изменила, я думаю, нас самих, в том числе наши потребности, наши интересы. И люди больше стали ценить, во-первых, и здоровье, во-вторых, как-то стали пользоваться случаем и как-то самообразовываться. Поэтому вот у нас разработаны такие интересные маршруты, которые не просто прогулочные, где ты гуляешь и только смотришь и фотографируешься, но и узнаешь что-то новое о давно знакомом городе Юрмала. А что это? Каким образом? Что это за маршруты, да, где можно о них узнать поподробнее? Я тогда сделала паузу в надежде, что вы мне зададите уточняющий вопрос. Мы сразу хором просто спите. Мы так и поняли, поэтому с готовностью и удовольствием подбирали. Значит, на сайте Визит Юрмала ЛВ в разделе маршруты можно зайти и увидеть, что есть именно культурно-исторические прогулки по районам. На данный момент их шесть, но мы планируем в этом году обязательно дополнить. Значит, сейчас есть по Дубулты, по Лелупе, по Булдуре. С одной стороны, такие знакомые названия, казалось бы, что я там еще не видел. Но я вас уверяю, что если вы на телефоне это загрузите или распечатаете просто описание этих маршрутов, то вы узнаете какие-то интересные истории о домиках, о исторических дачах, может быть, мимо которых сто раз проходили мимо и никогда не задумывались о судьбе этого дома. Или же какие-то интересные места. Например, в Лелупе немногие знают. Есть люди, конечно, старожилы города, которые уже знают, но, я думаю, многие не знают, что, например, в Юрмале есть маяк, находится он в Лелупе. Так вот, это одна из точек такого прогулочного маршрута, где можно это увидеть и прочитать про него, ну и так далее, очень интересно. Более того, этот маяк стоит посреди леса и, в принципе, никогда в жизни не носил функции маяка, ну, как принято воспринимать маяки. Ну, на него нельзя залезть, но он несет функции маяка, он работает, у него работает проблесковый маячок, так что все в порядке. И кроме этого, скажем, эти маршруты, может быть, будут более интересны такому взрослому поколению, который увлекается именно историей, которым интересно узнать. А чтобы не было скучно и детям, особенно школьного такого возраста, то мы разработали такие маршруты с заданиями. Можно сказать, как это такие квесты, где школьникам, так скажем, игровой форме, они одновременно и идут вроде как на экскурсию, с другой стороны, это увлекательно, потому что в каждом пункте, где они останавливаются, не только рассказ об этом пункте, а кроме этого нужно выполнить задание. И таких маршрутов два. Один из них сделан с упором на историю. Это может быть, как даже школы могут использовать, как урок под открытым небом. То есть вот выйти из класса и просто пройтись, и на свежем воздухе сделать такое занятие. Потому что после такой прогулки школьники узнают, например, о нюансах деревянной архитектуры Юрмала, о том, как раньше приезжали в Юрмалу, что такое омнибус, например, что такое дилижанс и так далее. А второй маршрут больше сделан с упором на природу, на природоведение. Это следы животных в Юрмале, где дети будут искать скульптуры или названия каких-то кафешек, в которых фигурирует название животных или птиц. Но кроме этого еще и узнавать об этом животном интересные факты. Вот такие вот предложения подготовили. Да, выполнение задания обычно подразумевает какое-то поощрение, награду. Что-то подразумевает ваш центр? Когда мы запустили этот квест целую неделю зимой, вот как раз между рождественскими и новогодними праздниками, у нас был, как такой, можно сказать, марафон призовой, где за правильное выполнение заданий действительно люди приходили и получали сладкий приз. Сладкие призы нам дали различные юрмальские рестораны и кафе. Но это вот было одну неделю, а теперь эти маршруты, они просто доступны на странице, и каждый их может распечатать, пройти. Но приз специальный не предусмотрен. Призом будет все-таки правильное выполнение заданий и просто интересная увлекательная прогулка. Ну, скажем так, но вы работаете над тем, чтобы возобновить практику сладких и вкусных призов. Может быть, мы такое подготовим, мы обычно приурочиваем это к школьным каникулам, потому что это, конечно, как раз вот эти недели, когда школы нет и нужно чем-то детей занимать, и хочется провести это все все-таки с пользой для здоровья и вообще с пользой провести время. Поэтому вот мы придумываем, чем же занять. О пользе, вот для пользы, для души. Проходят ли сейчас какие-то концерты, выставки, мероприятия? То есть вот живали культурная жизнь в Юрмале? Потому что раньше, во всяком случае, пару лет назад как раз вот в межсезонье можно было приехать, просто прогуляться и заодно посетить какие-то интересные мероприятия. Ну, в Юрмале сейчас музеи, говоря о музеях, работают в соответствии с, как и в государстве, значит, все эти требования эпидемиологические. Вход, как я говорю, в зеленом режиме работают. Но музеи все открыты, поэтому можно действительно, опять же, пользуясь тем, что вот межсезонье, потому что летом, наверное, человеку труднее затащить музей, а вот как раз-таки тем, что на улице прохладно, можно совместить прогулку с такими короткими перебежками и с заходами в музей. Тем более музеи такие не очень большие, то есть можно и немного времени тратить на их осмотр, но в то же самое время узнать что-то новое и о Юрмале, и как-то немножко расширить свой кругозор в искусстве, потому что постоянно меняются выставки. Это и художественные, и текстильные, и какие-то такие прикладного искусства. Ну и говоря о концертном зале, концертный зал тоже работает. Конечно, концерты там не каждый день, но все-таки следите за афишей мероприятий в концертном зале «Дзинтере». Вот только что закончился большой рождественский фестиваль, где были целый ряд шикарных концертов, но вскоре снова будут они тоже там устраиваться, поэтому просто главное знать, что все работает, и просто следить за информацией. А что интересненького происходит в Дублте на станции, в этом вот выставочном пространстве? Да-да, выставочное пространство, оно тоже открыто, как раз-таки, да, пользуясь тем, что оно на станции, оно вообще открыто всегда, потому что это железнодорожная станция. Я думаю, вот спасибо, что вы задали этот вопрос. Опять же, существует уже несколько лет, но все-таки для многих это такой неожиданный сюрприз, что на станции расположено на железнодорожном вокзале, который вообще сам по себе является архитектурным строением 70-х годов. Прямо внутри вокзала можно посетить вот такую вот выставку современного искусства, и, кстати, эта выставка является одним из пунктов нашего маршрута по Дублте, поэтому можно это все совместить с прогулкой по самому району Дублте, собственно говоря, и узнать вообще об истории этого района. Кто сейчас приезжает чаще всего в Йормулу? Это жители, не знаю, Риги, окрестных городов, или есть иностранные туристы? Насколько этот поток? Конечно, понятно, что в межсезонье он гораздо меньше, но не прекратился ли совсем? Да, вы знаете, ну тут не только межсезонье сыграло роль на потоке иностранных туристов, конечно, безусловно, и все правила въездов, и вот эта вся ковидная история. Понятно, что меньше иностранных туристов, чем, наверное, нам хотелось бы, но, тем не менее, они есть. Большинство, скажем так, туристов, это, конечно, жители Латвии, Литвы, Эстонии, прежде всего, но вот есть и приезжают и жители различных европейских государств. Ну, в общем-то, те, кто может въехать, те и приезжают, но заходят к нам. Скажем так, часть из них живет в гостиницах Юрмала, часть приезжает и заходит к нам в информационный центр просто как экскурсанты из Риги. То есть они живут в Риге, но они наслышаны о Юрмале, и вот они садятся на электричку, приезжают здесь пару-тройку часов, гуляют по центру, смотрят улицы Йомас, смотрят пляж, вот, и к нам заходят за информацией. Поэтому всегда очень приятно пообщаться, потому что, особенно сейчас, мы рады вообще вот такому общению и таким вестям, скажем, из разных стран, как это все вообще происходит, как люди себя чувствуют. И все действительно, если честно, очень чувствуется вот эта такая, наверное, особенная радость общения, потому что, если раньше мы это все воспринимали как само собой разумеющееся, то теперь как-то большая ценность придается тому, что смогли приехать, смогли зайти, смогли пообщаться, поговорить, обменяться улыбками, какие-то взять туристические материалы, получить советы, что посмотреть. И туристы, и мы как-то, наверное, вот придаем этому такое очень большое значение. С нами Александра Страмклая, глава Юрмальского туристического центра «Визит Юрмала». И говоря о «Визит Юрмала», и чуть-чуть в отдаленной перспективе, с 1 апреля, как правило, вводилась плата за въезд в Юрмалу. Что может произойти в этом году? Потому что были различные планы, и сделать въезд платным круглогодично, и повысить до 3 евро, и какие-то другие схемы. Что, скорее всего, ожидают гостей Юрмалы в этом году уже в сезон? Ну, говоря о въездной плате, то есть пока какие-то такие новые модели не утверждены, находятся в стадии разработки, то пока ориентируемся на то, что с 1 апреля будет просто, как обычно, платный въезд для автомобилей. 2 евро. Да, 2 евро. Но говоря о сезоне в целом, пока мы, конечно же, наверное, мне сейчас сложно говорить именно о летнем сезоне. Сейчас у нас, так сказать, на повестке дня февраль, напоминаю вам, День Валентина, романтический месяц. Вся туристическая индустрия к этому готовится, будут специальные обязательно предложения для романтиков. Так что вот следите, может быть, действительно стоит в этом году, хоть кто-то, может, не отмечал, но вот воспользоваться случаем и как-то разнообразить, так сказать, поменять декорации, как мы говорим, вырваться в Юрмалу вот на такие романтические выходные. И тем самым поддержав сферу туризма и смежных отраслей, а только что перед вами вот мы беседовали с Владиславом Корягиным, вице-президентом Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, который говорил о сложной ситуации как раз-таки на рынке гостиниц, ресторанов, кафе. Все то, за счет чего и живет Юрмала. Все в Юрмалу, все на помощь туризму. Вот, и для того, чтобы, кстати, вот хочу, пользуясь случаем, сказать, что у нас в Юрмале до сих пор еще работает знаменитый наш парк света. Это парк красивых световых декораций в Дзинтере. Его продлили до 6 февраля, поэтому вот всех слушателей радиостанции приглашаю поспешить и еще в январе приехать и погулять по этому замечательному парку и понаслаждаться вот этими всеми красивыми световыми инсталляциями. Тропы, они сейчас функционируют, по которым можно гулять по лесным там массивам? О, да. О, да. Троп у нас много. Мы их даже тоже специально обобщили в специальный раздел, потому что это тоже сейчас актуально, особенно когда сидят дома. Сейчас вот опять пошла вторая волна много и уходят на изоляцию или контактные персоны. Поэтому, конечно, вот такие прогулки на природе, когда они особенно актуально помогают вырваться из дома. И у нас есть в Кемерском национальном парке уже знаменитая наша болотная тропа, которую, мне кажется, только ленивый не посетил. Но хочу сказать, что вот как раз сейчас можно любоваться красивыми картинами природы, если не полениться, и приехать туда на рассвете. Потому что летом рассвет у нас в 4-5 утра, и редко кто может проснуться в такое время. А вот сейчас, когда рассвет, и все-таки не так рано, то вот это сделать такие уникальные фотографии себе на память. Ну и, конечно, есть различные у нас природные маршруты не только по Кемерскому национальному парку. Это и по лесам, и в районе Лелупе, и в районе Предайное. То есть вот, да, можно действительно походить. Почему нет разнообразия, так сказать, прогулки по морю прогулками по лесу. Особенно, если ветреная погода, в лесу более тихо. Ну что же, а я понимаю, что эти маршруты, они тоже доступны на сайте вот этих троп, чтобы понять, где они начинаются, где заканчиваются. Да, 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 то есть даже не надо ничего думать, просто берете вот прям раздел «Маршрут» и по одному распечатываете, и ездите, и смотрите. Очень удобно, так сказать, не надо даже и думать, где начинать, где заканчивать, что по пути смотреть, просто с собой термос с горячим чаем, или же погуляли, хорошенько нагулялись, и с заходом в ресторан. Благо Юрмала славится своим многообразием ресторанов с различными национальными кухнями, и большинство из них работает, можно зайти внутрь, понятно, опять же, в зеленом режиме, но я думаю, что уже ни для кого это не новость, и все к этому привыкли. Поэтому действительно очень много хороших, достойных ресторанов, которые можно посетить. Спасибо за рекомендации. Мы благодарим за участие в эфире Александру Странкало и главу Юрмальского туристического центра «Визит Юрмала». Хорошего дня, всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.